Минувшая суббота для города Большой Камень выдалась по-настоящему холодной и ветренной. Однако две сотни жителей городского округа, что вышли на митинг около местного Дворца культуры, погода не испугала. Впрочем, уверены организаторы, в числе которых депутат Гордумы Владимир Коваленко, акция протеста была бы многочисленней, если бы не замалчивание информации о ней единственной местной газетой. При том, что мероприятие было согласовано с местными властями, что за причину сплотило сотни жителей города с населением в 40 тысяч человек, можно было уловить по обрывочным высказываниям участников акции протеста. В декабре прошлого года дело закрыли. Я очень часто обращаюсь в нашу милицию. У меня соседи просто молодые и очень любят слушать музыку. Ну, причем это 3 часа ночи, 4 часа ночи. В общем, у меня вот как-то непонятны вот эти действия наши праздновательным образом. Я этим как бы недоволен. Мне сказали, что ну, а что мы можем сделать? Подождите, у нас один наряд от Подипольской до Романовки. А мне просто интересно, а у нас что в милиции как бы не хотят работать люди за хорошую зарплату, за льготы? Это как? Жители города волнуют местная экология, скандалы, связанные со строительством муниципальных объектов, а также резкое ухудшение криминальной обстановки в Большом Камне. Впрочем, не на сайте прокуратуры, как Приморской, так и Генеральной, найти объективных данных по динамике совершенных в городском округе преступлений не удается. Однако за красивыми цифрами статистики настоящие люди, местные жители, которые буквально боятся выходить из дома в темное время суток. В числе основных претензий митингующих не только попустительская политика местной полиции. Спикеры акции рассказывали о противоправных действиях со стороны защитников закона, причем как в отношении физических лиц, так и бизнеса. На плакатах о многом говорящей тезисы «Хотим жить спокойно и долой оборотни в погонах». Жители выразили свое мнение. Выступило около пяти человек. Присутствующих было около двухсот человек. По итогам митинга, участниками и организаторами наверняка будет составлена резолюция, которая будет опубликована. Я считаю, что мнение общественности будет услышано. Несмотря на тяжелую повестку, жаркие высказывания и горячие обсуждения, акция прошла без происшествий. С этим согласились и представители городской администрации. А какие именно действия по изменению ситуации в городе предпримут власть и ответственные ведомства, и насколько оперативно, покажет время. Евгений Черемухин, Новости на восьмом.